Добрый день! Сегодня у меня в гостях в отеле Монако и на моем канале YouTube человек, которого ждут все деловые люди Астаны, эксперт по систематизации бизнеса Кирилл Куницкий. Добрый день, Кирилл! Добрый день! Очень рады вашему приезду, все мы вас ждали, но в последнее время я заметила не очень хорошую тенденцию, как мне кажется. Очень многие предприниматели уходят из бизнеса, выбирают работу стабильную, со стабильным заработком и предпочитают не рисковать. То есть идут туда, где, ну то есть выбирают для себя, что лучше работать на кого-то, нежели на самого себя. Что происходит и нормально ли это? Ну здесь нужно посмотреть на предысторию того, как формировалось существующее бизнес-сообщество. Дело в том, что до 2008 года среда для развития бизнеса была очень благоприятной и очень большое количество людей стартовали в бизнес. Более того, даже был запущен определенный модный тренд на открытие своего бизнеса. Быть бизнесменом стало модно. То есть как бы фактически все люди начали делиться на такие две категории. Ты бизнесмены и простые наемные рабочие. Если ты не бизнесмен, значит ты какой-то не такой. И вот я считаю, что в этом основная проблема, потому что на самом деле не каждому человеку дано быть бизнесменом, так же, как не каждому человеку дано быть учителем, инженером, программистом, юристом и так далее. Соответственно, многие люди, которые не являются бизнесменами, пошли в бизнес. И сейчас происходит обратный откат. То есть те люди фактически, которые не способны, у которых нет действительно сильного мышления предпринимателя, нет вот этого сильной способности брать риск, нет способности держать удар, потому что это все является качеством, является качествами вот именно сильного бизнесмена, той личности, которая способна построить компанию и провести ее через все изменения. Соответственно, вот сейчас происходит такая чистка. То есть те люди, которые не являются настоящими бизнесменами, рынок от них избавляется. И это нормально. То есть это нормальная тенденция. Я уже во второй раз слышу слово чистка, потому что когда я писала интервью с главным налоговиком страны, нашей страны, и тогда Даулет Ергожин сказал то же самое. Он тоже сказал, я спрашивала, вот девальвация, кризис финансовый, предпринимателям очень тяжело. И он тогда точно так же ответил, он сказал, что рынок почистится и останутся сильнейшие. И мне тогда показалось, что это звучало несколько цинично по отношению к тем, кто пытается делать бизнес в Казахстане. Дело в том, что экономика страны, она будет максимально сильной не тогда, когда в ней будет много бизнесменов. Потому что ВВП может быть сформировано как тысячей компаний, так и десятью тысячами компаний. Просто удельный вклад ВВП каждой компании, он будет разный. Важно, чтобы было, пускай меньшее количество бизнесменов, но бизнесменов, создающих реально крутые продукты. И проблема многих бизнесменов заключается в том, что они идут в бизнес не для того, чтобы создавать крутые продукты, сильные конкурентные продукты. Они идут в бизнес для того, чтобы просто заработать денег. И по факту рынок насыщается посредственными компаниями. Компаниями, которые не создают дополнительные ценности, а просто паразитируют, убивают маржинальность рынков. Не дают тем людям, которые действительно хотят сделать сильные продукты, не дают им выделяться, не дают им расти, а просто топят их за счет того, что убивают маржинальность. А как же теория о том, что в конкуренции как раз и рождается качество? То есть, допустим, если брать малый бизнес, да? Чем больше продуктовых магазинов будет в Астане, тем больше конкуренции, тем больше выбора. То есть, я понимаю, что маржинальность они друг у друга могут и убивать, но для меня, как для потребителя, это же плюс? Это, с одной стороны, плюс. Но конкуренция, она в большинстве рынков, она будет всегда. Здесь надо понимать, что конкуренция, она есть и она важна, действительно, здесь я абсолютно согласен. Конкуренция очень важна и она порождает вот этот вот постоянный рост качества предложения, которое формирует компания. Но если мы говорим, вот вернемся к вопросу, с которого мы начинали, когда бизнесмену понять, да? Как понять ему, стоит? Что вы этим занимаете или не стоит? Вот как раз первое, на что ему нужно посмотреть, это ответить самому себе на вопрос. А есть ли у меня эта конкурентная стратегия? То есть, являюсь ли я тем двигателем конкуренции, который идет, создает постоянно все новые и новые инновации, более крутые продукты? Или я просто болтаюсь в хвосте в попытке оторвать свой кусочек рынка и топя своих конкурентов просто за счет маржинальности? То есть, я говорю, у меня не самый лучший продукт, я не делаю действительно какое-то крутое предложение для рынка, но у меня цена низкая. Я просто убью рынок ценой. Оттяну на себя кусок клиентов, которые могли бы отнести свои деньги тому, кто действительно делает крутой продукт. Вот как бы я в этом смысле говорю о том, что этот смысл вкладываю в понятие чистка. Окей, если у человека есть деньги, он хочет заниматься бизнесом, как ему понять, какой профиль для него, какое направление выбрать лучше всего, чтобы, скажем, выстрелить сразу в яблочко? То есть, понять, что действительно здесь конкуренции меньше, на рынке этих предложений меньше, что вот именно это будет интересно? Ну вот это как раз тот момент, в котором и закладывается будущий успех компании, нахождение правильной бизнес-идеи или правильной бизнес-модели. У каждого бизнесмена он происходит по-своему. Кто-то просто работал в этой нише, уже напитался этим рынком, он знает его до мозга и костей, и он понимает его хорошо, и он видит, как можно создать более совершенный продукт. Кто-то просто являлся потребителем аналогичных услуг, то есть, соответственно, сам, например, пользовался, к примеру, гостиничными услугами, понял, что на рынке культура хромает, не достает сервиса, и, например, как в вашем случае, принял решение открыть гостиницу, например. Соответственно, подходов много, но самое главное, что должен соблюдать любой бизнесмен, прежде чем стартовать любой бизнес, он должен очень хорошо пропитаться этой средой. Часто бизнес основывают фантазеры, недостаточно изучившие рынок, недостаточно пообщавшиеся с существующими игроками на рынке, с клиентами. То есть, начинать лучше с опыта? Лучше начинать, как минимум, с общения с игроками рынка. То есть, вот первый шаг, например, если я хочу открывать гостиницу, например, гостиницу, я не хочу открывать гостиницу, но если бы я хотел открывать гостиницу, первый шаг, который я бы сделал, я бы познакомился с ведущими, с экспертами в этой сфере, практиками. То есть, директора, директора по маркетингу, то есть, люди, которые очень плотно варятся в гостиничном бизнесе, причем, возможно, не только в том регионе, где я спланирую это делать, может быть, в других регионах в том числе, и завел бы с ними хороший личный контакт. И дальше, в ходе личного общения, я бы получал информацию о том, что представляет современный гостиничный рынок, какие сейчас сложности, какие барьеры для входа. А сколько времени нужно потратить на это общение, то есть, на сбор информации? Естественно, всем хочется, чем быстрее, тем лучше. Но даже если на это уйдет полгода, эти полгода подготовки, они мне сэкономят потом годы просто с потыканий в попытке вытянуть бизнес, который я неправильно основал, сделав какие-то грубые ошибки на старте. Поэтому это важно. Что касается даже отельного бизнеса, я могу сказать, даже по нашему опыту, я даже говорила своему партнеру, что мне кажется, это никогда не закончится, потому что постоянно возникают какие-то задачи, которые нужно решать. В этом деле главное внедрить такую функцию в компании, которая является функцией маркетинга. Это функция управления качеством. Потому что это все обратная связь от рынка. У любого бизнеса бывают недовольные клиенты. Не бывает бизнеса, то есть будь то, не знаю, самые лучшие компании, Apple, Mercedes и так далее, всегда существуют недовольные клиенты у любой компании. Вопрос не в том, есть они или нет, они всегда есть. Вопрос в том, что компания с ними делает. И вот там работа негатива, это часть системной функции в бизнесе. То есть это нормально? Это нормально, просто задача собственника, в случае, если я встречаю любую закономерность у себя в компании, любую проблему, компенсировать ее соответствующим центром ответственности в организационной структуре. То есть мне нужно выстроить эффективную орг структуру компании, и я должен четко понимать, знать ответ на вопрос, кто у меня отвечает за работу с негативом. Соответственно, это человек, который он не просто будет... То есть в компании обязательно должна быть такая должность негатив-менеджер или кризис-менеджер? Я называю это не негатив-менеджер, а менеджер по качеству. Это, естественно, не первостепенная должность. Если у компании нет на нее бюджета, возможно, она не появится сходу, но с ростом компании очень желательно, чтобы она появилась. Это менеджер по качеству, который занимается тем, что он организует множественные точки сбора обратной связи от клиентов. Многие клиенты, они же могут не донести негатива, он остался в нем, но он просто не приедет. Он уехал, попрощался, улыбнулся и, например, не вернулся, потому что ему что-то не понравилось, ему кто-то с ним не так поговорил, например. Поэтому важно, чтобы обратная связь была системной, она собиралась в аналитику, проводились в компании регулярные мероприятия, например, собрания по качеству, на которые анализируется фидбэк от клиентов и ведется работа на повышение удовлетворенности клиентов. Плюс точечно отрабатываются негативы. Это на масштабе компании, у которой уже есть хотя бы сотни клиентов, это уже большой объем работы на самом деле. Постоянно… То есть нужно все время работать с клиентами, все время быть с ними в общении и узнавать, что понравилось, что не понравилось. Очень часто обиженный клиент, с которым правильно поговорили, правильно провели какую-то компенсацию, он в итоге может стать адвокатом бренда. То есть это неоднократно. У меня была такая история. Да, то есть от негатива можно уйти в очень сильный позитив, можно стать наоборот таким очень лояльным патриотом бренда. И я хочу сказать, что сейчас, в эпоху социальных сетей, очень многие занимаются таким шантажом, потому что специально намеренно что-то пишут плохое. Таким образом ты сразу поворачиваешься к этому человеку лицом, и внимательно начинаешь изучать этого клиента, делаешь со своей стороны много реверансов, и в итоге этот клиент получает массу бонусов, массу всего. Да, он становится другом, но ты-то понимаешь, что это был такой шантаж? В некоторых случаях мы вынуждены на это идти, потому что мы вкладываем, например, в создание репутации компании, большие деньги, в рекламу, то есть преодолеваем большое количество сложностей, возможно, там строим отношения с какими-то лидерами мнений и так далее, для того, чтобы добиться какого-то позитивного впечатления. Если с другой стороны появляется вот этот негатив, который начинает нас топить, то компенсация решения этого негатива, оно стоит того, чтобы проделать эту работу. То есть был недавно кейс очень интересный у компании Beeline, когда пошло очень сильное возмущение в социальных сетях на них, из-за того, что у кого-то клиента сняли какие-то 80 долларов со счета, и завязалась очень большая буча с большим коллективом коллектива, очень много людей вовлеклось туда, все стали обвинять Beeline, и Beeline долго пытался преодолеть эту проблему, этот вот как бы смерч, который начал носиться по социальным сетям, не смог его преодолеть. И что они тогда сделали? Они организовали ужин топ-менеджмент компании, точечно пригласили всех вот этих главных зачинщиков из социальных сетей, пригласили их на ужин, и реальные люди… Пришел топ-менеджмент Beeline, простые, не в костюмах, а в обычной кэжуал-одежде собрались, и за ужином просто рассказали о том, как работает Beeline, какие у них внутренние процессы, принесли извинения где-то, объяснили, что мы стараемся, что ну как бы поймите у нас… А если бы они не пришли? Ну это уже второй вопрос, тогда бы был какой-то следующий шаг борьбы с этой проблемой, но смысл в том, что вот эта одна встреча, она привела к тому, что на следующий день большая часть вот этих зачинщиков, которые на самом деле оказались весьма простыми, скромными людьми, которые очень много шумели в социальных сетях, они по факту были очень… Потому что они только в социальных сетях такие, со шпагами. Да, да, соответственно, на следующий день многие из них отписали, что Beeline в принципе не такие уже и негодяи. Ну да, я заметила, что некоторые просто злоупотребляют этим, и я просто сама с этим не раз сталкивалась, и я к этому тоже отношусь нормально. Я расскажу тоже недавно у нас произошел, как вы говорите, кейс. Мой друг, известный ресторатор в Астане, столкнулся с тем, что молодые, скажем, блогеры, которые почему-то решили, что они являются ресторанами и критиками, приходят в ресторан, им преподносят блюда, они начинают есть и понимают, что вот, видимо, это вот все-таки не то, что вот они хотели. И когда я задала вопрос и спросила, вот вы же тоже не знаете в идеале, как оно должно выглядеть, да? Ну, если вы считаете, что шеф не знает, но вы-то как может быть в курсе, да? И тогда я тоже предложила своему другу и сказала, давай все-таки попробуем худой мир лучше доброй ссоры, попробуем решить этот конфликт, прежде чем ты пойдешь через суд, да, решать этот вопрос. То есть это все-таки сначала нужно пробовать все-таки более лояльные, да? Моя позиция однозначно так, потому что обычно практика показывает, что любая война, она съедает намного больше энергии и ресурсов, да, даже если в итоге я там доказал, что я прав, но вот даже если не брать вот как бы отголоски, которые идут вовне, то есть вот этот негативный охват, который формируется вокруг, просто личная энергия, личные там нервы, которые уходят на это, они не стоят его проще загладить проблему, проще адекватно компенсировать, если нужно извиниться. Даже, может быть, даже чуть больше извиниться, чем мы реально провинились, если ситуация этого требует. Но таким образом сэкономить себе колоссальное количество энергии, которое можно потом направить на созидание, на создание чего-то больше. Кирилл, я часто читаю ваши посты в Facebook, и как-то вот прочитала, вы написали, что главное в бизнесе, в бизнесе это маркетинг. То есть, а все остальное? Маркетинг является паровозом бизнеса. То есть маркетинг, ну как бы любой бизнес основывается на рынке. То есть рынок – это спрос и предложение по своей сути. То есть есть какое-то количество потенциальных клиентов, у которых есть потребность, мы могли бы им что-то продать, и есть наш продукт, который мы им продаем. Это рынок. Вот эта пара предложения и спрос – это и есть рынок. Маркетинг по своей сути, по определению от слова маркетинг, то есть это рынок, это та сфера бизнеса, которая занимается взаимоотношениями с рынком. И если мы говорим о маркетинге, о классике маркетинга, не о рекламе, а именно о маркетинге в полноценном его восприятии, то маркетинг характеризуется понятием маркетинговый микс. Это 4P – product, price, place, promotion. Первое P маркетинга – это product. То есть первое, чем управляет маркетинг любой компании, он управляет продуктом. И продукт представляет собой суть бизнеса. То есть если я начинаю любой бизнес, то вначале я понимаю, для кого я существую, для кого я строю эту компанию, и я начинаю формировать свой продукт, смотреть на существующие аналоги, думать, чем я выделюсь, сформировать конкурентную стратегию и сформировать продукт. Именно поэтому маркетинг является ключевым двигателем бизнеса. Потому что бизнес начинается с продукта, но а значит с маркетинга. Получается, для предпринимателя важнее всего сделать упор на маркетинг. То есть понимать, что у него за продукт и как его правильно прорекламировать. А потом уже все остальное. Я всегда говорю о том, что есть 4 ключевых элемента. Маркетинг является первым из них, но есть еще 3 ключевых элемента, на которые должен фокусироваться любой предприниматель – собственник. Маркетинг первый. Второй – это операционные процессы. Потому что любой бизнес, как только там появляется большое количество людей, возникают операционные процессы. Это значит, мне нужна качественная организационная структура, это значит, мне нужны качественные процессы, потому что мне нужно снизить количество суеты в бизнесе. Чем хуже организован бизнес, тем больше люди в нем суетятся, и тем больше зон, за которые никто не отвечает. То есть это нужно просто каждому распределить роли, да? Не только распределить, но и на постоянной основе поддерживать соблюдение этих правил, то есть разработать правила игры внутри компании и контролировать их соблюдение, плюс адаптировать их. Для этих целей этим должен заниматься отдельный человек, некий операционный менеджер бизнеса, и это не собственник. Собственник всегда плохой операционный управленец. Это вторая составляющая. Третья составляющая – это HR, HR-блок. Люди – это ключевое, и управление персоналом является крайне важным компонентом. И четвертое – это финансы, управление финансами. То есть маркетинг, операционные процессы, HR и финансы. Это четыре ключевых точки фокуса предпринимателя. Но маркетинг первое, потому что если я допускаю ошибки на уровне маркетинга, какими бы ни были мои, эффективными ни были мои операционные процессы, финансы и HR-процессы, я все равно утонул. Главные ошибки совершаются в маркетинге. Что касается сотрудников, я помню, что как-то на вашем бизнес-практикуме вы сказали такую вещь. Если вас не устраивает ваш сотрудник, просто попрощайтесь с ним. То есть вы считаете, что нужно вот так сразу? Ну, небольшой запас должен быть. О чем идет речь? Первый вопрос, который должен задавать себе каждый бизнесмен, о каждом сотруднике, работающем в его компании, предельно простой тест, который может каждый применить. Если бы я заново проводил собеседование на эту позицию, и ко мне бы пришел вот снова этот же человек, взял бы я его снова или нет? Если мой внутренний ответ однозначно нет, это уже означает, что это не мой сотрудник. Но крайне важно всегда перед увольнением любого сотрудника дать ему хотя бы один шанс. Потому что если я просто человека вызываю, говорю, извини, до свидания, есть велика вероятность, что человек уйдет с негативом уже только из-за того, что он испытывает ощущение неожиданности. В смысле, все же нормально было, работал. Ну, как бы он считает, что я, возможно, видел какие-то проблемы. Нет, если объяснить причины. Всегда надо дать шанс исправиться. То есть это, кроме случаев, когда это очень грубое, жесткое нарушение, там, воровство, например, в таких крайних случаях прощаемся сразу без разговоров. Но если это просто, ну, человек не справляется, не до конца справляется, но грубых нарушений нет, я приглашаю его, и я должен проговорить ему, что смотри, сейчас на данном этапе ты работаешь так, что я не готов продолжать. Не готов продолжать. Скажи, пожалуйста, тебе, важно ли тебе компания, нравится ли тебе работа здесь? Человек, допустим, говорит, ну, в принципе, да. Я готов тебе предоставить один шанс исправиться. Он будет очень короткий. Это будет, там, не в месяц даже, это будет, там, две недели. Да, две недели. Я готов тебе дать две недели, и я готов тебе дать попытаться показать твой максимум, сделать рывок. Если будет значительный прогресс, возможно, мы продолжим. Если его не будет, прости, я буду максимально критично оценивать, и если я не увижу удовлетворяющего меня прогресса, мы с тобой попрощаемся уже через две недели. Но дать шанс стоит. Это честно по отношению к сотруднику. А по каким принципам лучше всего набирать сотрудников в команду? Всегда на первом месте лежат личностные качества. То есть, какими бы человек не обладал профессиональными качествами, если он не соответствует требованиям нашей корпоративной культуры по личностным качествам, его ни в коем случае нельзя брать. Потому что этот человек будет превратиться в вируса, который будет разрушать нашу корпоративную культуру. Поэтому вот эта корпоративная культура – это главный актив компании. Потому что это совокупные привычки, совокупные ценности всей команды. Поэтому в первую очередь личностные качества. Это значит искать позитивных людей, оптимистов, людей, которые не склонны к конфликтам, людей, которые не склонны к обидам, амбициозных людей. То есть это люди, которые… Кирилл, вы так говорите, как будто их так легко найти. Их очень сложно найти. Их очень сложно найти. И именно поэтому функция рекрутинга в бизнесе является одним из важных элементов. То есть вот каждый бизнес, который намерен расти, который растет, обязательно должен иметь в штате рекрутера. Это функция, это должность, которая фактически человек занимается только тем, что операционно ищет сотрудников. Он целыми днями пересеивает рынок труда, как радар просто. И в момент, когда на рынке появилась та самая звездочка, а он будет один из трех тысяч. Этот человек тот самый, он будет один из трех тысяч. И задача компании в момент, когда он появился… А кто должен заниматься рекрутингом? Рекрутер. Обязательно при условии, что компания растет. При условии, что компания растет. Конечно, если компания стагнирует, это уже второй вопрос. В этом случае, может быть, рекрутер и не нужен, но это говорит о том, что компания болеет. Стагнирующая компания – это болеющая компания. А что значит стагнирующая компания? Стагнирующая компания – это компания, которая из года в год имеет приблизительно… Ухудшаются показатели? Даже сохраняются. Сохраняются. Даже сохраняются. Если у компании нет роста, особенно в малом и среднем бизнесе, то есть если компания является, например, монополистом, если мы говорим о каких-то национальных компаниях, то компания очень сильно зависит от ВВП, от динамики рынков. Она выше потолка не прыгнет, потому что ее ограничивает рынок. В малом и среднем бизнесе большинство компаний имеют маленькую долю рынка. 1%, 0,5% рынка, то есть 3%, небольшая доля рынка. Соответственно, даже если рынок меняется, пространство для роста оно есть. И компания должна расти постоянно в оборотах, в количестве клиентов, в географии деятельности. Компания должна расширяться, потому что это создает некое внутреннее движение, некое внутреннее течение, которое позволяет компании постоянно набирать новых людей. Те люди, которые работают в компании, они постоянно испытывают новые вызовы, то есть они сталкиваются с новыми задачами. Это не позволяет сотрудникам засесть в зоне комфорта. Самый страшный враг компании – это зона комфорта, когда сотрудники стухают, когда теряется этот огонь внутренний. А для этого нужна динамика, нужен рост. А для этого нужен рекрутинг. А кто должен подбрасывать в этот костер дров, то есть масло, скажем, в огонь? Собственник бизнеса, человек, который занимается операционной деятельностью, или же сами сотрудники друг друга должны подбадривать? Зависит от степени включенности собственника в бизнес. То есть, как бы, собственник бизнеса… Важно, чтобы собственник бизнеса прям был включен в процесс? Это выбор самого собственника. Самое главное, чтобы, если собственник выбирает быть активным игроком, быть включенным в бизнес, чтобы он не пытался заниматься операционным управлением. Вот это большая ошибка. Собственник бизнеса не в состоянии быть самостоятельно операционным управленцем компании. Некоторые могут, но это единицы реально. То есть, единицы, и это люди с супервысокой дисциплиной. Эффективно находиться в операционном процессе может человек, имеющий подотчетность. Собственника нету подотчетности. Собственник – заложник того, ради чего он начинал бизнес. Это его свобода. Соответственно, он проснулся утром, срочные задачи он сделает, без которых что-то рухнет. А какие-то вопросы, стратегическое планирование, какие-то там HR-вопросы. Да ладно, горе, ну все, я же бизнесмен, я же свободен, я поеду лучше отдохнуть сейчас и так далее. Плюс у собственника, большинство собственников, они очень эмоционально нестабильные личности. У них постоянная эмоциональная синусоида. Они то взлетают в эйфорию, у них все круто, так зачем заниматься и так же успех. То впадают в депрессию, потому что катастрофа, надо из страны уже уезжать. Зачем тут вообще этим бизнесом заниматься, все надо закрывать. И вот у них их постоянно вот так вот шатает. И где-то в промежутках между этого у них там нормализуется настроение. Они там так, там, почитал еще книжку, сходил там на семинар, он так, о, надо заняться управлением. Да, и приходит, начинает пытаться управлять. Сотрудники старожилы компании уже знают, надо пару недель подождать, сейчас его попустят, и он как бы все будет хорошо. В общем, в компании обязательно должен быть операционист, который занимается, и подотчетный, который должен все отчеты просто предоставлять собственнику бизнеса. Идеальная модель управления – это харизматик-собственник. Вот харизматик, для которого бизнес – это не просто источник денег, который любит бизнес, любит это дело, и он действительно хочет создать крутой продукт. Болеет. Болеет этим дело. Но окруженный администраторами, и роль этих администраторов – не только поддерживать работоспособность бизнеса, но и защищать бизнес от собственников. Кирилл, вы уже давно и в бизнесе, и в теории, и в практике. Наверняка вы уже вывели какую-то формулу, да? Формулу успеха в любом бизнесе – малом, среднем, большом бизнесе. Можете поделиться этим секретом? Есть формула. Формула простая. Формула – успех бизнеса – это маркетинг, деленный на менеджмент. То есть, если… Сейчас объясню, что имею в виду. Если мы говорим о формуле, да? Вот я ее в последнее время начал транслировать. Я говорил о том, что маркетинг является одной из главных составляющих, которая движет бизнес, да? И в любом деле, каким бы мы ни занимались, действует закон сохранения энергии. Количество энергии ограничено. Вот если я собственник, у меня количество энергии римитировано. Я ночью поспал, зарядился, к вечеру эта энергия у меня там ушла, да? Я за ночь снова зарядился. И, соответственно, в зависимости от того, на что я трачу энергию, от этого напрямую зависит эффективность моих результатов. Если собственник тратит очень много энергии на менеджмент, вот берем эту дробь, маркетинг, деленный на менеджмент. Если он тратит очень много энергии на менеджмент, на возню с сотрудниками, на организацию, на какие-то отстройки процессов, погряз в менеджменте, и очень мало внимания уделяет маркетингу, продукту компании, анализу целевой аудитории, анализу конкурентов, выработку конкурентной стратегии, продвижению, то есть не фокусируется на этом. То есть, соответственно, по закону сохранения энергии, чем больше у него затрат энергии на менеджмент, тем меньше на маркетинг. И бизнес начинает тонуть, потому что собственник погряз в операционке, в рутине. Соответственно, задача собственника – высвободить энергию, построить эффективную структуру таким образом, чтобы уделять максимум времени маркетингу. Потому что именно маркетинг, именно управление своей бизнес-моделью, продукт, рынок, продукт, рынок – это вот то, чем… Но для этого же нужно этому научиться. Абсолютно, чем мы занимаемся. Поэтому, друзья, я рекомендую вам обязательно посетить бизнес-практикум Кирилла Куницкого, научиться управлять своей компанией, операционной деятельностью, выстроить всю, наладить всю работу в своей компании, для того, чтобы затем заниматься, просто жить как Цукерберг, раздавать интервью, автографы, делать фотосессии. Я думаю, что это будет полезно для всех нас. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо, спасибо. Я думаю, что это наше не первое и не последнее интервью. Мы обязательно запишем в следующий раз, уже более глубже изучим бизнес-процессы. Но сейчас мы получили самые важные ответы на самые, я считаю, актуальные вопросы. И вы сейчас просто кидаете нам, знаете, такой спасательный круг для многих предпринимателей, которые понимают, что на самом деле все не так плохо и что жить можно. Просто самое главное – уделить определенным вещам больше внимания.